Девушки отдыхают 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 Ставить такие фары, которые, во-первых, нихрена не светят, во-вторых, они еще и загрязняются. Это мало того, что нельзя просто спустить на то, что, ну, у тебя же нет денег на диодный, но вот ездить в галоген будет. Но это не только безопасность или там кошелек человека, который покупает машину, не может себе позволить диодный. Но получается безопасность других людей, можно в кого-то просто въехать, нихрена не увидев. Ну, ладно, это уже... И раз уж мы заговорили про фары, то... Что это властел? Это было не видно вообще. Кстати, эта фара была разбита уже давно, вот здесь. Но я ее добил. Кончат его. Купил новые на авито, бэушные. Ну, как новые? Нифига они не новые, они бэушные, но тем не менее. Ну, и, наверное, о самом важном, естественно, опять о выхлопе на рейнгере. Да помню, как вообще изначально, что здесь было. Я ему на каком-то маленьком пробеге поставил ультра-квайт резонатор от Vibram. Проездил так какое-то время, подумал, блин, что-то как-то... Ну, и он у меня выгоден был назад. Естественно, каты удалил. Что-то проездил, поездил, подумал, блин, что-то как-то... Что-то как-то громко, мне что-то надоело. Ну, или там, мне не нравилось что-то гудеть, я уже не помню, в чем там конкретно суть была. Я подумал, поезжу и-ка я даже попробую вообще без выхлопа. Поездил без выхлопа, там, сто километров, понял, что это слишком громко, так ездить нельзя, нереально. Потом поставил стандартную банку, вот, которая у него была, то есть, получается, у него был, ну, без канта, без резонатора, без всего, просто стандартная банка сзади. Довольно-таки тихо, классно, но мне было слишком тихо, мало не нравилось. Я подумал, окей, значит, тогда нужно купить не ультра-квайт резонатор, а купить, ну, типа, вот, ну, банку мафлер, вайбрант. Я ее купил, поставил где-то, ну, грубо говоря, под задними сиденьями, и вывод был сначала под раму вот так вот наверх, потом его обрезал, он просто был, просто вбок вот туда, за задним, ну, где, короче, крепится тяга к заднему мосту. Какое-то время я поездил, понял, что, а нет, сначала он был выведен за задними. И что-то я так поездил, подумал, блин, а где звук? Получается, он не то, чтобы сделал машину тише, получается, он сделал так, что проеметр просто шипит, но при этом гудит. Что меня больше всего разного напрягало, что когда жмешь в пол, разгоняешься, звука особо никакого, но когда глядишь спокойно, гудит охренеть как. И подумал, блин, ну, раз уж такое дело, значит, нужно мне приварить еще два резонатора. Первый резонатор еще от Audi, у меня осталось 2,5 дюйма, такой маленький, Bottle Style Vibrant тоже. Приварили его, потом приварили Ultra Quiet, с которым я ездил, и у меня, получается, последний там, не знаю, сколько, ну, какое-то время, не вспомню, сколько было, так что, ну, без ката, понятно. Потом идет Vibrant, вот этот Bottle Style 63 миллиметра, потом 76 миллиметров Ultra Quiet резонатор, и после него еще банка Vibrant. К чему это все привело? К тому, что особо толком ничего изменилось, в общем, не изменилось. Тише не стало, но гудело, в принципе, как раньше, то есть он стал гудеть на всем протяжении оборотов, начиная там с полутора тысяч и до пяти-пятиста, все примерно один и тот же противный звук. Меня это что-то подзаебало, думаю, надо, значит, тогда вернуться примерно к тому, с чего я начинал, и удалить банку Vibrant, которая вот именно Muffler, которую я поставил вот там за задним сидением. Я ее просто сам отрезал, сделал какой-то вывод из переходников, так что у меня, получается, выходил, ну, выхлоп выходил где-то вот, ну, прям под сиденью, прям под жопой. Проездил я так какое-то время, понял, что так будет еще сильнее, вообще ехать невозможно, по ушам давит, просто охренеть. Думаю, блин, надо, короче, надо, короче, что-то делать, все это время еще и с Джиммиком я тоже там с его выхлопом баловался. В Ютьюбе оставили комментарий, что поставь прямоток с банкой, ой, прямоток с камерой. Я подумал, прямоток с камерой, какая-то полная херь, как, в общем, может быть, прямоток с камерой. Если с камерой, то это уже не прямоток. Но, тем не менее, посмотрел, подумал, блин, что-то как-то вроде можешь поставить, а вроде толку, наверное, особо не будет. Отзывы почитал, что-то люди пишут, что было громко, и, в общем, толку от него никакого. Он ничем особо не лучше, чем обычный прямоток. И нашел, короче, на Озоне какой-то Белайс, ну, в общем, ну, нейм. Тоже прямоточный, с камерой, там, получается, две части набитые там волокном, стекловакром или чем, посередине камера. И еще они вот так вот сужаются, то есть звук каким-то образом должен становиться тише. И решил ее, ну, поставить плюс-минус там же за задними сидениями, но вывод сделать просто вниз. Вот, и... Да, я его поставил, но когда она вниз дула и была где-то там за задними сидениями, все равно вот гул, он прям шел в уши. Еще мало того, выхлопные газы, они никуда не уходили, они как будто собирались под машиной. И, ну, как бы уходили, понятно, но снова, ну, вонять, значит, начало вонять. Хотя до этого странно, даже когда у меня был, он выведен прямо вот здесь под сидение, выведен в бок, не воняло. Ну, то есть, в каких-то исключительных случаях воняло, но в основном нет. И я подумал, блин, ну, там через переходник, думаю, поставлю, я просто трубок посмотрю, что будет, если ее куда-нибудь назад кинуть. Кинул назад, стало намного лучше так, что вообще практически не слышно. На, там едешь, типа, 110 км в час, слышно только, ну, в основном ветер и шум колес. Конечно, немножко выход слышно, но очень тихо, прям реально очень тихо. И решил заморочиться, все-таки сделать, наконец-то, вывод назад, не заниматься херней какой-то, с перехометниками и задуванием вниз. И в итоге, вот, пришло к тому, что у меня сейчас, наконец-то, самый, наверное, нормальный звук выхлопа со всего, за всю жизнь Рэнглера. Я этого достиг на 142 тысячи киловетров спустя сколько? Четыре или пять лет. Он вроде бы тихий, но вроде бы его слышно, но когда едешь спокойно по трассе, его не слышно. Ну, здесь слышно, что он где-то там чуть-чуть гудит, то есть на двух тысячах все равно был самый большой. Но из-за шума ветра, из-за того, что Рэнглер шумный, его практически не слышно. И вроде с улицы тише, и вроде, не знаю. Если так послушать, в машине это тоже. Очень слышно, если честно, двигатель. А сзади что-то там шипит, ну и, в общем-то, в принципе, кофе. И последнее, о чем я хотел сказать. Так уж получилось, что эту зиму я решил доездить на все сезонки, которые у меня, ну, на которые я ездил летом. Это Bigfoot Biggo, Biggo Bigfoot, Biggo Bigfoot AT. Это американская резина, которая делается, я так понимаю, раньше был какой-то Cooper AT3. И местный магазинчик Biggo, или это какой-то ритейлер, я хрен его знаю, решил лепать свои, но под своим именем. Почему решил доездить на них? Потому что у меня, получается, передняя, у меня зимняя резина Toyo Observe GSI 5. И получается, что у меня передняя еще в нормальном состоянии, ну, во-первых, они 31-е, ну, колес 31-е, в переднем нормальном состоянии, а задние стерты достаточно сильно. И центральный, вот, центрального блока, который посередине идет, его нету, его практически вообще уже нету. То есть там сплошная такая полоса. И в чем это все проявляется, в том, что зачастую так получалось, что когда я тормозил, уже у меня было несколько раз таких вот опасных ситуаций. Я, получается, торможу, и у меня перед тормозит, а жопа начинает просто вот так вот нести. Несколько раз меня чуть не унесло в кювет. То есть, получается, ты едешь, поворачиваешь, у тебя вроде зацеп на передних колесах есть, а на задних его нету вообще ни хрена. Они постоянно проскальзывали, постоянно мотало его в колее по сторонам, особенно когда проезжаешь, например, мимо, ну, не мимо, а вот едешь по шоссе, и там вот, не знаю, посередине снег лежит, по бокам снег лежит, и когда перестраиваешься одной после трассы в другую, Ренгра поехал вообще вот просто вот так вот отвратительно, жопу на силу нереально. На этих колесах, на всесезонных, конечно, они не лучше зимних. Я этого говорить не буду, это полная херня. Лучше зимних они не могут быть чисто теоретически, они даже не такие же, как зимние. Ну, я решил попробовать, я решил, что я их одену, посмотрю, если будет прям совсем плохо, я их съемлю, доезжу уже как-нибудь аккуратненько на тех. Но, как оказалось, это не так уж плохо. На них они, конечно, хуже намного, но... Нет, они хуже, но не настолько много, чтобы это было прям вот реально напряжено. То есть, в принципе, да, есть нюансы, да, они там меньше цепляют, да, они хуже тормозят. Самое главное, что зимняя резина от АТшка... Да, далеко мы не уехали. Зимняя резина от АТшка очень плохо тормозит на укатанном снегу. На укатанном снегу. Поэтому, да, если уж на ней и ехать, где-то нормально... Ну, короче, нормально она себя показывает в снегу. В каком-то плотном, более-менее нормальном. По крайней мере, ну, сейчас толку никакого. И у меня вообще возникла идея попробовать, если их максимально низко спустить. Мы уже, кстати, сели. Сегодня еще погода такая непонятная. На улице плюс два. Снег мокрый, тяжелый. И, в общем... Да, и, в общем, мы очень быстро сели. Честно говоря, я даже не ожидал. Это странно. Почему? Потому что, когда я сюда приезжал, был рыхлый снег. Я хотя бы доехал до того дерева. А там уже начало что-то как-то тупить. А на зимней резине, я помню, я на этом, около этого дерева тоже начал буксовать. Но как-то вроде бы дальше поехал. А тут странно. Что-то мы выехали. И снег вроде бы не рыхлый, а снег, наоборот, плотный. Но, с другой стороны, он очень скользкий. Я, короче, решил попробовать. Я читал, что если очень сильно спустить колеса, там... Сейчас у меня 1,1 давление. Ну, типа зимой, чтобы хоть какое-то сцепление было. Ну, 0,5 понятно, что это не такое уж низкое давление. Это какое-то просто нормальное давление. И я читал, что если спустить их прям реально низко, там до 0,3-0,2, тогда они поедут не разрезая снег, а поверху снега. Так что сейчас я попробую спустить и куда-то заехать. Надеюсь, у меня что-нибудь получится. Если ничего не получится, ну, блин, печально. Все, это будет просто печально. Взял с собой лопату. Так что, в принципе, я при оружии. Можно сказать, что здесь у нас, так скажем, начало маршрута. Проехали мы сколько? 100 метров. И как бы сели. Здесь не видно, куда я хочу доехать, но, скорее всего, туда не доедут, потому что там горка такая приличная. Но хотя бы вот за то дерево заехать, вот за это. И посмотреть, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, нихуя у нас не получилось. Он скатывается вбок, ну, туда, вниз. Логично. И как только снег проскальзывает, он превращается вообще в лед. Так что, так что, логично, почему по рыхлому снегу джип ехал лучше. Потому что сейчас превращается в лед, и он тупо едет по вот этой вот скользкой воде. Что-то странно. Я спустил вообще до где-то там двух с половиной пейсаев. Я не знаю, сколько это бар. 0,1, 0,2. Но, получается, он едет не прямо, но вот здесь именно. Ну, видно было, что я еду боком. Здесь, в общем, какая-то хуйня разрыта. Потому что сейчас каким-то образом надо развернуться. Там попробовать развернуться, и там не повернуть, может быть, вокруг того дерева вообще объехать. Я не помню, что там, но, по идее, там ничего такого. Кстати, вообще было бы логичнее, наверное, там изначально и поехать. Чтобы в бок не скатываться. Но... Ладно, надо пробовать развернуться, и все, и завязывать с этим дерьмом. Ни хуя у нас не вышло. Ну, ладно, зато хоть попробовали. И то полезно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok